Уважаемые коллеги, рад приветствовать вас сегодня на 2-м Петербургском онкологическом форуме. Сегодня из моего доклада вы, наверное, не узнаете о микроокружении сарком, вы не узнаете, как вакцины делаются. Также из моего доклада вы не узнаете о том, что одно из исследований российского по иммунологии, иммунотерапии сарком миохитканей, было представлено на одном из заседаний АСКО в этом году. Также, я думаю, что вы не узнаете много чего, но узнаете вот что, что иммунотерапия сарком миохитканей действительно проводится на территории Российской Федерации и проводится она в одном из, я считаю, лучших центров, это не онкологии Петрова. Также я постараюсь сейчас довольно быстро свой доклад представить, для того, чтобы мы могли ответить на интересующие вопросы, если они есть. Итак, на актуальности сильно останавливаться не будем. Сарком миохитканей составляет не более 1% от всех злокачественных заболеваний, возникает в любом возрасте, преимущественно около 50 лет. Гистологически определяется более 50 ипотипов, поэтому для изготовления дендритно-клеточных вакцин, для каждого гистологического типа мы отдельно не применяем какие-то инновационные технологии. То есть изготовление вакцин одинаковое. Также по поводу саркома, 5-летняя выживаемость не превышает 57%. И почему мы начали изучать конкретно эту тематику для больных саркомом миохитканей, это то, что эффективность первой линии химиотерапии составляет не более 40%. Это в основном применяются препараты доксорубицин и фосфамид, их комбинация. По литературным данным эффективность 20-40%. То есть, соответственно, если в зале есть химиотерапевт, эффективность второй и последующей линии химиотерапии не превышает 15-10%. Поэтому эта проблема очень актуальна. И в нашем центре мы разработали следующий дизайн исследования. Как мы знаем, основным методом и выбором лечения больных саркомом миохиткани является оперативное лечение. Соответственно, пациенты после проведенного оперативного лечения должны либо наблюдаться, либо если есть остаточная опухоль, либо есть где-то отдаленные очаги, они подлежат лучевой терапии, в ряде случаев, не всегда, либо проведению химиотерапии. Также в предыдущих докладах мы уже знаем о том, что есть такие раково-цикулярные антигены, как НИСО, МЭЙШ и, соответственно, большая панель. Про это, кстати, вы тоже не узнаете из моего исследования и презентации. Но дальше я могу лично ответить каждому. Однако важно понимать то, что в нашем исследовании это составляло практически одну главную и, считаю, большую часть. Потому что после операции все больные, получившие оперативное лечение, были направлены на молекулярно-генетическое исследование, где определялось порядка 10 антигенов, как на нашу вакцину, так и на химиотерапию. Кстати, про химиотерапию и экспрессию антигенов вы тоже не узнаете. И, соответственно, дальше больной наблюдался. При прогрессировании заболевания пациенту по стандартам лечения, которые приняты в России, соответственно, если вы были на заседании по лекарственному лечению, да, у нас есть национальные рекомендации русско, которые говорят о том, что необходимо для больных при прогрессировании сарковыми мягких тканей проводить первую линию химиотерапии. Так мы и поступали. Однако при прогрессировании после первой линии химиотерапии дальнейшее лечение в принципе больных сарковыми мягких тканей не оказывает своей эффективности. И, соответственно, дальше можно применять любые другие методы лечения. Либо продолжение второй линии химиотерапии, либо проведение метрономной химиотерапии, либо даже наблюдение. Мы решили о том, что этим больным мы можем предложить в качестве второй линии лекарственного лечения иммунотерапию дендритно-клеточными вакцинами, которые были изготовлены, как мы знаем, из первого доклада. Из дендритных клеток самого пациента, нагруженных во втором докладе, говорили о том, что клеточными линиями, которые мы разрабатывали на нашем отделении. В наше исследование, это данные на декабрь 2015 года, оно у нас постоянно пополняется, поэтому не успели суммировать результат, но на декабрь 2015 года в исследование было включено порядка 9 больных. Режим вакцинации. Первый раз вакцинация такая вот доза нагрузочная, это один раз в две недели. Дальше мы переходили у пациентов один раз в 21 день, затем каждый 28 дней. Для оценки эффективности иммунотерапии мы использовали в данном исследовании критерии ИРЦИСТ, потому что до начала этого исследования, которое началось в 2009 году, критериев ИРЦИСТ еще не существовало. Поэтому мы оцениваем как по ИРЦИСТ, так и по ИРЦИСТ. Сейчас мы уже это дополнительно проводим оценку. Всего было запланировано 14 введений вакцины в течение одного года, либо до прогрессирования заболеваний. Потому что, как мы с вами знаем, практически более 50% больных прогрессируют на второй линии, не достигая медианы в 6 месяцев. То есть у нас оптимистический наш прогноз был, что пациенты получат 14 введений, соответственно 12 месяцев будет эта максимальная эффективность. Что же мы увидели? На данном слайде мы видим сравнение дендритно-клеточной вакцины и против химиотерапии. В качестве второй и последующей линии химиотерапии у нас применялись режимы с включением токсанов, различные режимы с включением интерферонов, токсаны, метрономная химиотерапия, наблюдения, то есть все пациенты, которые находились у нас на отделении. Для любителей статистики, конечно, хотелось бы сказать о том, что разница между медианами времени до прогрессирования у пациентов с дендритно-клеточной вакциной и химиотерапией не была достигнута. Однако, опять же, как мы знаем, что у нас была АСКО в 2016 году, там были специальные критерии для проведения исследований у пациентов редкими заболеваниями и, соответственно, маленькими группами. Так что же мы увидим на этом сайте? 9 больных, которые получили вакцинотерапию и 32 пациента, которые получили химиотерапию. Разницы нет. Однако, есть тенденция к тому, что пациенты, получавшие вакцинотерапию, опять же, любители статистики, вот синеньким обозначено, это медианное время до прогрессирования у пациентов с вакцинами, она была незначительно, но выше, чем у больных с химиотерапией. И, в принципе, нам на данном этапе нашего исследования не принципиально достигнули вот эту разницу между химиотерапией и вакцинотерапией достоверности своей. Нам важно то, что вакцинотерапия не хуже, чем химиотерапия. Опять же, если есть здесь химиотерапевты, все знают, что вторая последующая линия химиотерапии обладает высокой токсичностью и, соответственно, пациент ее хуже переносит. Вакцинотерапия такой токсичностью не обладает, и максимальная токсичность, которую мы видели, это токсичность второй степени в виде местного воспаления в месте введения вакцины. И, опять же, хотелось бы в качестве такого основного примера, я надеюсь, что… Нет, мы не будем персональные данные раскрывать, но пациент получал у нас лечение от 50 лет. Он был практически одним из первых, кто начал и кто был включен в это исследование. Это пациент с хондроцаркомой правой голени. Состояние было после комбинированного лечения. В 2009 году проведено оперативное лечение, ампутация и химиотерапия в связи с тем, что у пациента были метастазы в легкие. В 2009 году пациент, ну, в конце 2009 он запрогрессировал, в мае обратился к нам метастазами в легкие. Наши хирурги сделали все возможное, провели ему изолированную перфузию, удалили метастазы. Однако дальше пациент все равно начал медленно прогрессировать. Мы держали его сколько могли. И в 2011 году пациенту начали уже на нашем отделении проводить химиотерапию, не адюантную, а лечебную. И в 2012 году пациент у нас начал получать дендритно-клеточную вакцину на основе аутологичных дендритных клеток, нагруженных аллогенным опухолем лизатом. И по настоящее время получает. У некоторых возникает вопрос, если он здесь получает, зачем мы делаем в 2014 году, ему после двух лет, как он принимает вакцину, зачем мы ему делаем операцию. Это же не является стандартом лечения, особенно для пациентов с метастатическими заболеваниями. Делаем ему операцию только потому, что мы не были уверены в том, что у этого пациента действительно те очаги, из-за которых мы начали ему лечить вакциной, действительно являются метастазами хондросаркомы. Потому что, опять же, мы возвращаемся к статистике, да, хондросаркома, одна из наиболее злокачественных опухолей среди саркомами и тканей, вообще практически не поддается химиотерапии. Мы делаем пациенту оперативное лечение, метастазоктомия, видеоассистированная, и получаем то, что действительно в этом очаге, который мы убрали, находится метастаз хондросаркома. То есть есть активный опухолевый процесс. Опять же, как мы видим на данном слайде, это изменения, которые были у него в январе 2013 года и в мае 2015. В мае 2015 года вот эти очаги, здесь, к сожалению, на экране получше они видны, на проекторе похуже, вокруг очагов образуется небольшое воспаление по данному компьютерной томографии. Мы считаем как раз это реакция пациента на его иммунный ответ. На данный момент мы, опять же, да, вот наше исследование должно было продолжаться в течение года, дальше мы должны были пациенту прекратить лечение. Однако, проведя консилиум в нашем отделении, мы решили, что будем продолжать ему, пока он не будет прогрессировать. Потому что такой хороший эффект, да, сдержание, хорошее качество жизни. Пациент один раз приезжает к нам на лечение, один раз уже в три месяца проводит обследование. На данный момент пациенту проведено 46 введений от логично-дритно-клеточной вакцины. И дальше он продолжает получать это же самое лечение. Ну и, соответственно, то, что, наверное, больше относится к иммунологам. Мы проводили параллельно с этим исследование содержания клеток и… Я уже все спутал. Да, время, да. Ну, соответственно, вот вы видите содержание НК клеток, Б-лимфоцитов, сравнение химиотерапии и дендритно-клеточной вакцины. Значит, на этом тоже мы останавливаться не будем. Соответственно, данные вы можете быстро прочитать, для того, чтобы я быстро закончил. Значит, все остальное вы можете узнать либо у меня лично, либо обратиться на отделение. Мы все это, конечно, расскажем про клетки циркулирующие. Значит, благодарю за внимание, соответственно, благодарность нашему научному отделу онкоиммунологии, терапевтической онкологии и реабилитации, научному отделу онкоиммунологии еще один раз, дважды. И отделению химиотерапии на самом-серклоне. Спасибо, если есть вопросы, я быстро отвечу. Спасибо.